Пандемия, истерия, токсины, миллион, гвозди к кителю. Как страна и город готовится отметить 75-летие Великой Победы? Подробности буквально через минуту. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели. А тех, кто видел все своими глазами, я Николай Силков, мы начинаем. Коронавирус появился в Беларуси три недели назад и перевернул привычный уклад с ног на голову. Мария Бушкевич посмотрела, изменила ли пандемия Бобруйск. Новые рендные метры, сирена в мирное время и деньги с изюминкой. Какие банкноты выпустит Назбанк? Высококлассные водители и настоящие психологи о профессии таксиста расскажет Максим Кембель. Дельфины в городе, королева на карантине и миллионник без угара. Как Тесла перевернула рынок автопрома? Бобруйск готовится отметить 75-ю годовщину Победы. Программу праздника узнала Анастасия Шевцова. Вирус паники COVID-19 нисходит с лент мировых агентств. Эпицентр заражений из Китая сместился в Старый Свет. Там сейчас фиксируют больше всего летальных случаев. В Италии критически не хватает аппаратов ИВЛ. Города напоминают зону отчуждения. В закрытый аэропорт один за другим приземляются рейсы с гуманитаркой. Белавия на неделе приостановила полеты в Сербию. Минздрав разрешил оформлять электронные рецепты, а в вузах корректируют расписание. За последние несколько недель проведено свыше 20 тысяч тестов. 15 пациентов с положительным анализом на COVID-19 вылечены и выписаны из медучреждений. Ситуация, по данным ведомства, остается под контролем. Поводов для паники нет. Моя коллега Мария Бушкевич собрала все, что известно к этой минуте. Жители Поднебесной могут выдохнуть с облегчением. Пик эпидемии COVID-19 в Китае пройден. Вот уже три дня там не фиксируют новые заражения. ЕС закрыл на 30 дней границы Союза. Европа остается очагом распространения коронавирусной инфекции. В регионе свыше сотни тысяч жителей с COVID-19. В Италии с начала пандемии заражены более 41 тысячи человек. Жители страны находятся в самоизоляции почти две недели. Карантин продлевают. Правительство идет на дополнительные ограничения для населения. Запрещают даже прогулки на свежем воздухе. По прогнозам ООН, потери мировой экономики от последствий пандемии в этом году могут достигнуть 2 триллионов долларов. Из-за карантина компании по всему миру испытывают проблемы с поставками. Отменяются массовые мероприятия. Промышленные гиганты Китая до сих пор не работают. Компания Apple временно закрыла все официальные магазины за пределами Китая. Роспотребнадзор начал испытание вакцины против коронавируса. Разработаны прототипы средства, основанные на шести различных технологических платформах. Сейчас определяют состав, дозу и способ введения препарата. Ученые рассчитывают внедрить лекарства зимой этого года. Также эксперименты проводят в США и Китае. Ежегодный Каннский кинофестиваль отменен из-за коронавируса. Организаторы говорят, что проведут его в начале июля. Также не состоится песенный конкурс Евровидения. Фанатам придется ждать зрелищного мероприятия еще год. Теперь белорусы не могут въехать в Россию. Ранее о закрытии границ объявили все остальные страны-соседи. Украина, Польша, Литва и Латвия. Белоруссии иностранцам разрешили гостить в стране до 90 дней. Продлить срок пребывания надо в подразделении по гражданству и миграции органов внутренних дел. Оформить выездную визу можно и в национальном аэропорту Минск. Белоруссии стали дезинфицировать общественный транспорт. Сидения и поручни троллейбусов опрыскивают антисептиком каждый день. Мойщиков экипировали маской, перчатками и костюмом. На одну машину уходит до 10 минут и полтора литра смеси. Коронавирус не пройдет. Жители города на Березине ищут способ обезопасить себя от пандемии. Каким образом вы защищаетесь от него, чтобы не заразиться? Молюсь. Моем ручки и не посещаем массовые места. Как обычно, лук, чеснок, еще вот так больше ничего. Тем временем в интернете появилось много советов по борьбе с заразой. Одни анонимные эксперты советуют есть у них от чеснок, пить горячую воду. Другие убеждают людей пичкать себя антибиотиками. Всемирная организация здравоохранения одобряет потребление чеснока как здоровой пищи, которая обладает некоторыми антимикробными и антибактериальными свойствами. Но уповать на чеснок как на единственную меру профилактики коронавирусной инфекции не стоит. Что касается применения антибиотиков, то их используют для борьбы с бактериями. И при заболевании коронавирусной инфекцией они не помогут. Коронавирус подстегнул спрос на дезинфицирующие растворы. Бобруйский завод биотехнологий среагировал моментально и выпустил новый антисептик для рук. Его разливают в литровые бутылки, чтобы хватило на всю семью. Здесь в составе 65% этилового спирта, который является основным действующим веществом для уничтожения микробов, бактерий, добавки глицерин, загуститель, парфюмерная обдушка. Медики советуют не увлекаться очищающими жидкостями и обрабатывать руки 5-6 раз в день. Антисептик следует наносить на сухую, чистую кожу рук, выдерживать его на руках в течение 15-30 секунд. Не забывайте растирать, покрывать полностью поверхность кистей. То есть не забываем про внутрю и наружную поверхность и ногтевые ложа. Церкви и религиозные общины города также внимательно подошли к проблеме профилактики пандемии. Равин Шауль Хабаба проводит онлайн-трансляции молитв и занятий, проходящих в тенах синагоги. Так здесь защищаются от коронавируса. Эфиры собирают до 15 тысяч зрителей по всему миру. В первую очередь это то, что везде стоят специальные мила для людей, которые против, как они там называются. Второе, мы попросили людей старше 60 лет временно не проходить. Католики следуют рекомендациям архиепископа Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Ушанование святого крыжа, инших религийных речев отбывается только праспоклон, без доты кавустами, без целования. Это первое. Так само мы не наполняем крапильницы святой водой, утискание руки. Теперь только праспоклон. Тактыльных контактов нема. Даже в таком интимном месте, как исповедальна, есть защита от инфекции. Таким образом, Ксенц оберегает себя и окружающих от коронавируса. Православная церковь тоже стоит на страже безопасных богослужений. Настоятели Свято-Никольского кафедрального собора советуют не поддаваться панике. В нашем храме проводится, ежечасно вытираются иконы антисептическими средствами, киоты протираются. Можно не прилаживаться к иконе. Храмы два-три раза в день вымываются средствами. Во всех крупных магазинах города появились антисептики для обработки рук. Началась санитарная обработка в местах большого скопления людей. Среди них транспорт и торговые объекты. В обрузке не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Какая эпидобстановка в городе, прямо сейчас обсудим с гостем программы. В студии главный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер. Спасибо, что нашли время. А скажите, какую профилактику пропагандируете лично вы и сколько раз сегодня мыли руки? Ну, конечно, руки я мыл и не один раз. То есть в настоящий период времени для профилактики острых респираторных инфекций, как и острых кишечных инфекций, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены. В первую очередь это связано с мытьем рук. Мытье рук рекомендуют проводить не менее 20 секунд с горячей водой и мылом. Если же отсутствует такая возможность для того, чтобы провести данную гигиеническую процедуру, используется антисептик для рук. Тем не менее, градус истерии по поводу новой пандемии нарастает день за днем. Скажите, так ли страшен черт, как его молюют и COVID-19? Вообще, что это такое? Паники, наверное, больше, чем представляет собой сам вирус. Потому что все средства массовой информации активно эту тему эмуссируют. COVID-19 – это заболевание, которое вызывается одним из подтипов коронавируса. Впервые данные заболевания были обнаружены в Китае в декабре прошлого года. И в настоящий период уже Всемирной организации здравоохранения объявлена пандемия данного заболевания. Не так давно по всей стране в общественных местах появились съемкости с ДЭС-средствами. Есть ли обратная связь по поводу того, пользуется ли все это популярностью в народе? В данном случае наша служба мониторит наличие данных ДЭС-средств для обработки рук. В принципе, передается вирус непосредственно от больного человека к другому человеку при чихании, кашле, через биологические жидкости. Почему мы говорим про мытье рук частое? Потому что зачастую, когда мы передвигаемся в общественном транспорте, когда мы находимся в торговом объекте, возможно, где-то остаются частицы той же слизи, которая выделяется при чихании и кашле, и человек может соприкоснуться с ней руками, контактирует, и, соответственно, он может потом занести тот же вирус своими же руками в свой организм. Поэтому и не рекомендуется грязными руками ни в коем случае трогать лицо, глаза, нос, рот и так далее. Да, мы говорим, что один из самых простых способов уберечься – это просто мыть руки. А как часто… Если возможности нету, то, соответственно, используем антисептик. Ну, про страну мы уже поняли. А какая ситуация в Бавруйске? Есть ли у нас коронавирусная инфекция? Случаев коронавирусной инфекции на территории города Бавруйска и Бавруйского района не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением в настоящий период времени находится 90 человек. Это те люди, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Многие предлагают закрывать школы и детские сады на карантин. С точки зрения Министерства здравоохранения и нашей службы мы считаем, что эта мера преждевременная, и она не нужна, потому что обычно сезонный подъем заболеваемости. То есть это скорее продолжение паники, которую можно наблюдать в интернете, нежели действительно то, что необходимо предпринять. Вот мы говорили про меры профилактики. А не могли бы вы назвать топ-5 профилактических мер, которые наиболее актуальны в этот момент? Это мытье рук. Второй момент – это соблюдение респираторного этикета. Мы должны при чихании и кашле использовать одноразовые салфетки, которые после этого мы должны выбрасывать. Если же у нас таких одноразовых салфеток нету, то, соответственно, мы используем... Ну, не чихаем в ладошку, как это обычно принято в народе, да, после чего следует будьте здоровы, а чихаем в локоть. Избегать мест с массовым посещением людей. То есть чем больше людей, тем больше шансов, что кто-то из них будет болен каким-то заболеванием, какой-то острой респираторной инфекцией. И опять же, я не говорю про коронавирусную инфекцию, я говорю про любую острую респираторную инфекцию. Вести здоровую жизнь, естественно. И в нахождении в домашних условиях необходимо соблюдать, регулярно проветривать помещение. Это обязательный момент, да, для того, чтобы у нас были оптимальные условия микроклимата в нашем жилище. И в обязательном порядке проводить влажную уборку. То есть, наверное, основное такое. Ну, и тоже одно из важных моментов – меньше общаться с больными людьми. Многие компании и госучреждения перевели своих сотрудников на удаленный график работы. Есть ли нет такой возможности? И как же все-таки обезопасить себя в офисе? Работу мы все посещать должны, да. Многие, как и наши медики, будут все равно выходить в работу, даже в случае возникновения, ну, выявления случаев коронавирусной инфекции. Меры профилактики фактически не отличаются от тех, что мы озвучивали ранее. То есть, ну, особый упор на что тут необходимо делать. На использование только индивидуальных своих же кружек, если мы принимаем пищу на рабочих местах, кружки, ложки и так далее, чтобы это было индивидуально, и потом тщательно мылось. Это один из моментов. Второй момент – режимы проветривания. Опять же, возвращаемся к влажной уборке и использованию ДЭС-средств при проведении влажной уборки. Ну, я вижу, вы пришли к нам подготовившись, да, это маска и антисептик. И антисептик для рук. Каким же образом эту маску одевать? Кажется, вроде просто. На самом деле есть целый механизм. Я попытаюсь продемонстрировать. Опять-таки, смотрим, вот обычная одноразовая маска. Светлой стороной она должна идти к лицу. Мы видим, где у нас вот эта часть, которая для гибкой полоской, для того, чтобы это правильно зафиксировать у себя, ну, в моем лице. Затем она одевается. Вот здесь вот специально вверху мы повторяем форму своего носа. И затем маска, нижняя часть, натягивается на рот и подбородок. Казалось бы, да. Ну, вроде просто, но на самом деле тоже есть технология. И снимается тоже за вот эти вот завязочки и выбрасывается. Опять же, старайтесь не касаться части внутренней и внешней маски. Ну что ж, будем наблюдать мифы про COVID-19. Развенчал Дмитрий Лайтер, главный санитарный врач города. Спасибо. Стандарты для сферы услуг разработают в Беларуси. В профильном министерстве предлагают ввести райдер для парикмахеров, визажистов, стилистов, мастеров спа-услуг. Специалисты уверяют, документ охранная грамота для потребителя и дорожная карта для самих игроков рынка. В ведомстве пообещали уложиться в три года. Плюс к аренде новые деньги и премии ветеранам. Далее обзор самых заметных событий в стране. В Беларуси планируют построить 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. За бюджетные деньги возведут две трети. Такие же объемы строители освоили в 2019-м. К слову, однокомнатные и двухкомнатные квартиры пользуются большим спросом. Кэш за новые жилые метры пустят на строительство других домов. Только спокойствие. Систему оповещения населения протестировали в Беларуси. Сирена зазвучала и на улицах Бобруйска. Аналогичные проверки МЧС проводит регулярно. Обновленные банкноты в 20 и 50 рублей завтра пустят в оборот. На деньгах появится дополнительный водяной знак, более широкая защитная нить и изображение с цветопеременным эффектом. Купюры 2016 года остаются законным платежным средством. Реальные доходы беларусов выросли почти на 7%. Статисты сравнили январские зарплаты с прошлогодними. Для точности вычли налоги, сборы и взносы. Две трети прироста вышло за счет повышения оплаты труда. Также увеличились пенсии, детские пособия, стипендии и другие социальные выплаты. Премию годовщине Великой Победы выплатят в Беларуси. В Могилевской области ее получат около 2600 человек. Героям Советского Союза начислят по 2500 рублей. Родственникам погибших военных партизан и подпольщиков минимальные 700. Деньги начнут выдавать на почте с 1 апреля. Стартовал 30-й чемпионат Беларуси по футболу. Новые правила поведения на трибунах и специальный контроль не ввели. Однако болельщикам рекомендуют прочитать памятки по профилактике коронавирусной инфекции на сайте Федерации. Также завершился первый день чемпионата страны по плаванию. Соревнования проходят без зрителей. Организаторы отклонили заявки иностранных атлетов. Уберу и Яндексу запретят брать наличку с пассажиров, если в машине не установлен кассовый аппарат. Меру уверяют, МНС поможет контролировать качество услуг и вывести из тени нелегалов. Ранее Минтранс уже определился по поводу перевозчиков. В ведомстве сочли, что сервисы подпадают под определение такси, вне зависимости, как их вызывают. Равноправие, напомню, добивались представители местных операторов. Капризы за рулем, поездка в 500 метров и кастинг, как в Голливуд. Максим Кембель встретился с тем, кто четверть века крутит баранку и выяснил, так все-таки шашечки или ехать. Кто заказывал такси на Дубровку? Они променяли комфорт родного очага на салон автомобиля. Сегодня в мире празднуют День таксиста. Сергей Сысоев за рулем больше 25 лет. Интересно общение с людьми, во-первых. Ну, как бы и заработок. Мужчина признается, поездки бывают разные. Любой заказ – русская рулетка. Встречаются такие пассажиры, что не передать словами. Дальние были на Минск. Тоже интересно, что бывает, что старые жители приезжают, коренные гости. Самые короткие – это площади на поликлинику. У каждого водителя свои слагаемые успеха. Тем не менее, правила нашего героя помогают ему оставаться на плаву четверть века. Ну да, конечно, в первую очередь, чтобы чистая машина была, музыка. Много кто отзывов ставит, что за музыку, за чистоту. Тактичные и внимательные к деталям. Отнюдь не разбалованы. Сергей Сысоев готов часами напролет хвалить пассажиров в обручат. В основном все приятные, нормальные. Очень негатива мало. Вообще практически его нет. Разговоры про день сурка у таксистов – миф. Такси у нас хорошее, приезжает вовремя. Водители вежливые, корректные, хорошо относятся. Бобруйские таксисты, они всегда вовремя приезжают, всегда коммуникабельные, всегда подождут, если необходимо. Ну и понимающие. Поменьше пассажиров. К выходным уже, конечно, в пятницу, еще тогда, даже, может, начинают. В основном выходные дни. Водитель такси – не рейсовый автобус, который доставляет из пункта А в пункт Б. Человек за рулем зачастую врач, психолог и друг в одном флаконе. Как признается Сергей Сысоев, быть классным водителем для работы в такси недостаточно. Как я из своего опыта понимаю, что надо уметь слушать, вовремя подкивнуть. То есть, ну, как бы, есть вот пассажиры, что им надо выговориться. Наш герой уверен, таксисты работают для людей. Вряд ли удастся сосчитать, сколько в обручан и гостей города. Вовремя успели на поезд, сохранили работу, спасли собственную жизнь. Наши таксисты очень внимательные, очень аккуратные, всегда вовремя приезжают, всегда, всегда очень доброжелательные, вот что самое главное. В общем, человечные. Разговорчивые, приятно общаться. Если, например, я с коляской, так, ну, аккуратненько все сделают. Нынешние таксисты в машинах с шашечками и счетчиками в салоне появились около 110 лет назад и прочно прописались в жизни горожан. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Европейский вещательный союз разрешил выступать на Евровидении только с премьерами. По мнению ЕВС, композиции, с которыми участники планировали приехать в этом году, морально устареют. Из-за пандемии коронавируса, напомню, конкурс 2020 решено было перенести на следующий год. Баррель вниз, пламя на колесах и королевская рокировка. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Мировой рынок штормит. В субботу на лондонской бирже нефть марки Брент оценили ниже 27 долларов за баррель. Трейдеры допускают обвал до 20. Колебания на рынке начались еще 6 марта, а участники заседания ОПЕК-Плюс не смогли прийти к единому решению по объемам добычи. По словам экспертов, сейчас сложность в том, что спрос в мире практически невозможно спрогнозировать. В Японию доставили Олимпийский огонь. Через неделю факел с символом соревнований начнет 4-месячное путешествие по стране и финиширует в Токио к началу игр. Они стартуют 24 июля и продлятся две недели. Факелоносцы не будут обязаны носить маски. Населению, однако, уже рекомендовали следить за церемонией с безопасного расстояния и не толпиться. В новой должности внук Елизаветы II временно возьмет на себя обязанности монарха. Герцог Кембриджский займется общественной деятельностью, пока бабушка уехала на карантин. Коронавирус особенно опасен для пожилых людей. Из-за преклонного возраста монаршая Чита находится в группе риска. Елизавета II вместе с принцем Чарльзом уже покинули Букингемский дворец и изолировались в Винзорском замке. По кореям Галактику НАСА ищут астронавтов для полета на Луну и Марс. Подать заявку можно по 31 марта. Кандидат должен быть гражданином Америки, иметь диплом магистра в области науки, техники, инженерии и математики. Впрочем, принять могут и без диплома. Сейчас у НАСА 48 астронавтов, но этого мало. На заводе Тесла праздник. С конвейера сошел миллионный электромобиль. Юбилейным стал кроссовер красного цвета. Фотографию вместе с рабочими опубликовал глава марки Илон Маск. Скоро модельный ряд компаний пополнится пикапом, кибертрак и тягачом в семье. Кроме того, анонсировали и бюджетный автомобиль для китайского рынка. И хорошо, и плакать хочется. Массовый карантин помогает природе и уменьшает загрязнение воздуха. Целительную силу коронавируса на себе ощутила Венеция. За то время, пока все сидели по домам, вода в каналах города стала прозрачной. И в ней появилась мелкая рыба и даже дельфины. Еще более сильное влияние COVID-19 оказал на Китай. Среднее количество воздушных дней хорошего качества в феврале выросло на 20%. Поднебесная считается крупнейшим источником загрязнений на планете. Беларусь помнит память сильнее времени, голос победы. Бобрусь готовится отпраздновать 75-летие годовщины победы в Великой Отечественной. Молодежь вовсю репетирует тематические флешмобы, готовит интернет-челленджи. Как это будет, знает Анастасия Шевцова. В Бобруське стартовал проект «75 историй о войне». Авторы рассказывают про подвиги тех, кто шел на смерть ради жизни других. Черно-белые фотокарточки и письма превращаются в машину времени. Слезные воспоминания чернилами на бумаге разрывают сердце на части. В финале организаторы издадут книгу лучших сочинений. Приглашаем всех жителей города Бобруська принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит». Присылайте свои фотографии, фотографии своих дедов и прадедов и небольшие истории, которые могли бы рассказать о подвиге героев ваших семей. Давайте расскажем об этом всему городу Бобруську и Республике Беларусь. На просторах интернета в самом разгаре эстафета «Голос Победы». Мотивы фронтовых песен, благодарность за мужество, отвагу, честь и любовь к родине. В 75-й год Победы звучат из уст музыкантов. В первую очередь юношей и девушек. Такие проекты, они очень важны, особенно для нынешней молодежи, потому что развитие духовно-нравственного воспитания в детях, особенно в нашем поколении, в наших детей, это очень важно и крайне необходимо. Вокалисты студии «Шоколад» выбрали послевоенный хит «Казаки в Берлине». Эти слова звучали из радиоприемников на всех советских кухоньках. Павруйская группа в эти минуты вовсю репетирует композицию, чтобы 9 мая зрители главного концерта с первых нот пустились в пляс. «Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». Журналисты медиахолдинга «Бобруйское житё» также включились в марафон поздравлений. Статьи проекта «Память сильнее времени» будут публиковаться в каждом выпуске БЖ. Наверняка у многих бобруйчан остались священные реликвии с войны, которые достались им по наследству. Приносите до 1 мая в редакцию газеты эти реликвии с сопроводительным рассказом. Лучшие рассказы мы опубликуем на странице нашей газеты и, возможно, снимем сюжет. В художественном музее открыли выставку «Живописная летопись Бобруйска». Автор картин – ветеран Великой Отечественной войны Владимир Дамарат. Вскоре в этих стенах также пройдут творческие вечера. 9 мая сотни человек в очередной раз пробегут по этой улице. В прошлом году эстафета на призы газеты «Бобруйское житё» собрала около тысячи участников. В социальных сетях скоро запустят челлендж «Бобруйск 75 лет назад». А 10 апреля возле памятника танка на могиле генерала Бахарова передадут капсулу с землёй со всех памятных мест Бобруйска в Могилёв. В День Победы также пройдёт акция «Беларусь помнит». Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск 360» и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова